Здравствуйте! В эфире новость. Меня зовут Владимир Антошкин. О существовании Аркаима ученые, равно как и широкой общественности, узнали 30 лет назад. Именно тогда археологи обнаружили это древнее поселение. В честь юбилея в Башкортостане организовали фотовыставку этого масштабного археологического памятника. Город Кумертаус стал местом, где экспедиция со снимками сделала свою первую остановку. Загадочный Аркаим еще называет страна городов. Он буквально притягивает к себе многочисленных туристов. Некоторые называют себя даже паломниками, потому что считают это место священным. Древние развалины города Аркаим были обнаружены в конце 80-х годов в Челябинской области. Всю красоту и необыкновенность этого места Кумертаусы смогли увидеть в историко-крыльевическом музее. 11 февраля впервые в республике и впервые в нашем городе состоялась фотовыставка древнего поселения. Это для людей, паломников, которые интересуются концентрацией той уникальной энергетики, которая как раз в Аркаиме присутствует. И среди этих паломников, к счастью, есть жители нашего города, наши горожане, которые, собственно, и стали участниками сегодняшнего нашего мероприятия. Выставка была представлена работами советского и российского археолога Геннадия Здановича и свободного исследователя Юрия Зуйкова. Последний стал куратором выставки. На обозрении жителям города представили архивные и современные снимки древних развалин города Аркаим. Юрий Зуйков отметил важность такого мероприятия. Человек, попадая на выставку, проникается удивительными красотами этих пространств и прикасается к глубине истории. Решено было абсолютно на полном энтузиазме и понимании важности этих культурно-исторических объектов донести до общественности как архивные снимки, исторические кадры, так и современное состояние этих поселений и природы, красоту и силу природы этих мест. Туристы считают, что это место содержит загадочную энергетику, способную изменить судьбу человека. То, что это мистическое место является местом силы, уверены многие. Это познание себя, это нужно всем. Каждый человек всегда стремится познать себя. Мы никогда не можем познать себя до конца. И вот приезжая туда, оставаясь наедине с природой, зная, что там кто-то жил, нужно там остаться наедине. И потом открывается что-то новое. Я увидела себя там. В конце мероприятия всем присутствующим продемонстрировали фильм под названием «Культурное и духовное пространство на Южном Урале». Какие знания, какие элементы миропонимания он может дать современному человеку? Несмотря на то, что основные исследования впереди, спектр этих знаний уже сейчас огромен. Он охватывает раннюю историю индоевропейских цивилизаций, ее первые шаги, без понимания которых мы никогда не сможем понять сегодняшний мир. Кумертауские спасатели помогли замерзающей в заглохшем автомобиле семье. На минувших выходных на трассе в Дёртюлинском районе заглох автомобиль. Мороз на улице в то время достигал минус 40 градусов по Цельсию. Отец решил, что идти за помощью опасно и позвонил в службу спасения. Прибывшие спасатели помогли семье согреться и отвезли в гостиницу. Позже они эвакуировали автомобиль. На День всех влюбленных некоторые родители получат от своих детей оригинальные открытки. Они могут быть сделаны из цветного картона, бумаги и приправлены желанием подарить частичку любви. Чьим родителям повезет с такими подарками, расскажет Константин Меркушев. 11 февраля в Историко-Крыльевическом музее для учащихся начальных классов прошло мероприятие под названием «Мир открыток». Это часть большого проекта 52 выходных дня. Его организаторы хотят показать, что творит добро по плечу каждому. Ребятам мы рассказали целую историю создания добрых открыток. Первая открытка или расцветом искусства создания открытки как раз явился 19 век. Именно в 1840 году была создана первая открытка и посвящена она была Рождеству. Но у открытки есть еще золотой век. Он пришелся на 80-е годы. Тогда было очень много разновидностей открытки. Это и праздничные, и рекламные, и деловые, музыкальные, и электронные. Мы узнали сегодня на этой презентации, что открытки Зарубина. Открытки Зарубина. То, что он рисовал, и кадры из мультика «Ну погоди». Девочкам и мальчикам было предложено сделать поздравительные открытки. В феврале два больших праздника. Это День всех влюбленных и День защитника Отечества. И, безусловно, каждый ребенок захочет оригинально поздравить своих родителей. А лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Дети в основном поздравляют друг друга СМС-сообщениями. А мне хотелось, чтобы они занялись именно творчеством. Мы знаем, что сейчас снова в моде изготовление открытки своими руками. Мы это видим и в интернете. И вот сейчас есть возможность у детей это попробовать прямо здесь, коллективное такое творчество. С первого взгляда – обычный урок технологии. А на самом деле – перевоплощение школьников в волшебники. Из простой бумаги они творят настоящий шедевр для своих родителей и близких людей. Мне кажется, чтобы отдать какие-то чувства своему тому человеку, которого делаешь открытку. Я делаю тут мамины любимые цвета. Там, например, салат, нежно-голубой. Напомню, что данное мероприятие проходило в рамках городского проекта 52 выходных дня. Он только набирает обороты. По словам организаторов, впереди еще много интересного. Константин Меркошев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Жители Куыргазинского района принимают активное участие в программе поддержки местных инициатив. По ее условиям, население не только высказывает свои пожелания, но и способствует их реализации, в том числе рублем. Какой проект стал приоритетным для Илькинеевского сельсовета, расскажет наш корреспондент. Проблемы в населенных пунктах жителей волнуют разные. В одних требуется ремонт систем водоснабжения или освещения, в других – реконструкция социальных объектов или благоустройство территории. Вопросы местного значения регулярно поднимались и жителями Илькинеевского поселения Куыргазинского района. Основным препятствием для их осуществления была нехватка финансовых средств. Именно в таких случаях может помочь республиканская программа поддержки местных инициатив. Для участия в ней Илькинеевцы обратились со своим предложением. На общем собрании было принято окончательное решение. Об условиях программы подробные разъяснения дали консультанты из Уфы Азнабай Бадамшин, а также представители администрации района. Объединившись со старостями нашей деревни, были решены основные и поставленные вопросы, которые можно решить на местном уровне. После этого провели анкетирование, и вот народ выбрал одну из основных проблем – это дороги наши, ремонт дорог. Проблема дорог есть и в других селах этой территории, к примеру, в селе Новомусино. Но в первую очередь здесь необходимо отремонтировать инженерные сети, которые до оформления в собственность сельского поселения не попадают в эту программу. Мы сейчас дороги не можем ремонтировать, так как будет, значит, ямочная работа именно в замене водопровода в селе Новомусино. Поэтому данный проект оставили на следующий год, думаем, на следующем году его решать. И в других деревнях тоже запланированы такие же работы, которые как бы не совпадают с этим условием, с этим условием, с этим программой. Предложения жителей других сел также не останутся без внимания, отметил глава сельского поселения Тимур Идрисов. Некоторые из них пока требуют документального оформления. Проект предусматривает совместное финансирование со стороны республиканского и местного бюджетов, бизнеса, а также самих жителей. Но для получения поддержки проект должен пройти конкурсный отбор. Это последнее сообщение выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.